На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко об основных событиях понедельника и выходных. Заезжает на сплошную линию, пересекает две сплошные линии, не уступает пешеходам. Вот это все называется опасного вождения. Что такое опасное вождение и как с ним бороться? Смертность на российских дорогах продолжает расти. Данный водитель сейчас требования законно это не выполнил, поэтому его придется поместить в спецприемник. Лучше сесть за решетку, чем растонировать автомобиль. Дорожная полиция провела очередной рей. Ты играешь, проигрываешь, выигрываешь, забиваешь победные мячи. Это эмоции, мне это очень нравится. Заниматься спортом это современно. Нефтьюганцы отметили день физкультурника. 500 рублей не деньги. Некоторые нефтьюганские водители отказываются выполнять правила о тонировании стекол. Накануне сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, который игнорировал неоднократные замечания со стороны полиции. К чему это привело, расскажет наш корреспондент. Опущенные стекла этого транспортного средства не помогли скрыться от бдительного ока дорожных полицейских. Машина принадлежит сыну, утверждает водитель. Однако составление протокола избежать не удалось. Тем более, что через эти стекла свет проникает лишь на 0,4%. Необходимости снимать тонировку на месте нет. Да и государственные номера уже не забирают. Однако вместе со штрафом выписывают требование, при невыполнении которого в следующий раз водитель будет привлечен к административной ответственности. При повторном задержании данного водителя, если данное нарушение не устранено, составляется материал по статье 19.3 Кодекса об административной правонарушении, в котором предусмотрена ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции об устранении данного нарушения. В минувшие выходные таким незаконопослушным водителем оказался владелец Тойоты Камри. Всего пару дней назад молодого человека останавливали за те же нарушения. Однако по сей день стекла иномарки остаются в таком же опасном состоянии. Данный водитель сейчас требования законно это не выполнил, поэтому его придется поместить в спецприемник. По результатам суда водителю Тойоты Камри был выписан штраф в двойном размере. Но свои двое суток нарушитель все же получил. И теперь он сто раз подумает, прежде чем затонировать наглухо свой автомобиль. Мария Орехова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В «Нефтеюганске» с начала года произошло 23 аварии с пострадавшими, в которых два человека погибло и 26 получили ранения. Последнее ДТП с летальным исходом произошло на улице Сургутской при повороте на Звездный. Водитель автомобиля «Фольксваген» при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю «Хонда», движущемуся прямо. В результате аварии пострадало 6 человек. Сидевшая за рулем «Хонда» молодая женщина на следующий день скончалась в больнице. Правительство России совместно с Государственной Думой планирует законодательно закрепить такой термин, как «опасное вождение» в правилах дорожного движения. И, возможно, нововведение начнет работать уже в этом году. На данный момент ни в одном российском документе не прописано, что именно можно считать безрассудным поведением на дороге. Ранее депутаты предлагали вести наказание для автомобилистов, которые устраивают так называемую «игру в шашки», когда водитель без конца перестраивается с одной полосы на другую, не держит дистанцию или совершает резкие ускорения и торможения на трассе. Буквально на прошлой неделе мы делали репортаж об автолюбителе, который дрифтовал прямо в центре Нефтеюганска. Что считать опасным вождением и нужна ли россиянам законодательная мера борьбы с гореводителями? Узнаем из рубрики «Юганск говорит». Когда человек едет по дороге, подрезает автомобили, превышает скорость, заезжает на сплошную линию, пересекает две сплошные линии, не уступает пешеходам, вот это все называется опасное уважение. «Я всю жизнь водителем отработал, по северам всю жизнь, по командировкам, знаю изнутри эту, так что проблема, да? Она уже давно назрела, пора решать ее». «Наверное, нужно». «Почему нужно?» «Безопасность прежде всего». «Ну, надо наказывать таких, конечно, а что конкретно, я даже не знаю. На 15 суток, может, сажать сразу, чтобы неповадно было». «Сама была однажды участницей такого лихачества, вот так через дорогу переходила, тогда еще не было этих линий, но едет просто, задел мне за плащ, вот так, в полах плаща». «У меня племянник вот тоже обгон делал, не посмотрел автобус на приопке, и попал, сейчас уже третий год, инвалид первой группы». «Сел в пьяном виде, отнимать права, навсегда отнимать у него. Он в черном списке лишается прав водить автомобиль, навсегда. Понимаете, 10 тысяч человек лишатся прав, остальные все равно задумаются, задумаются». Юная жительница Нефтьюганска стала победительницей всероссийского конкурса рисунков, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 12-летнюю девочку у жюри отметила за работу кто-то родом из детства, а мы из войны. Всего в адрес оргкомитета конкурса поступило около 4 тысяч работ от Калининграда до Владивостока. Далее новости экономики. В Югре более чем на 9% увеличен прожиточный минимум. Теперь он составляет почти 15 тысяч рублей. Ежеквартальный пересмотр этого показателя влияет на увеличение социальных выплат и минимальной заработной платы. Югра подключилась к информационной системе федеральный портал, государственные службы и управленческих кадров. Все данные размещены на сайте, указанном на экране. В разделе «Вакансии» можно узнать о свободных рабочих местах, квалификационных требованиях к специалисту и его денежном содержании. Сегодня уже все муниципалитеты подключились к данной системе. Владимир Путин согласился обсудить предложение о смещении весеннего призыва на полгода для выпускников профтехучилищ, сообщает РИА Новости. Это необходимо для того, чтобы молодые люди успели хотя бы полгода поработать на производстве. Сегодня более 70% выпускников ПТУ уходят по призыву в армию, так и не успев прикоснуться к станку. Накануне православные нефтеюганцы отметили День целителя Пантелеймона. Несмотря на пасмурную погоду, пожелать здоровья себе и своим близким пришли сотни горожан. По традиции праздничная служба завершилась малым крестным ходом. Почтить святого мученика в этот православный праздник пришли сотни нефтеюганцев. Согласно преданию, Пантелеймон, живший в IV веке, лечил людей бесплатно именем Христа. Силой молитвы он поднимал на ноги неизлечимых и после своей смерти стал одним из самых почитаемых святых. Современные врачи считают его своим помощником, а верующие приходят в храм просить его здоровья для себя и своих близких. Дорогие братья и сёстры, мы с вами празднуем ещё один престольный праздник Святаго Великомученика и Целителя Пантелеймона. И воскресенье Христово, и престольный праздник называют Второй Пасхой. Поэтому сегодня мы говорим друг другу «Христос воскресе!» На службу шли с семьями. Несмотря на пасмурную погоду, храм Почаевской Богоматери посетило множество прихожан. Любовь Надеяна приехала к нам из Украины. Это её первое посещение нефтьюганского храма. Ну, потому что праздник Пантелеймона-Целителя. И вообще никогда же ничего не видела. Никогда же не видела. Первый раз. Первый раз приехала. Молиться Богу, Пантелеймону-Целителю о здравии. В Сибири святого Пантелеймона знают и уважают. Совсем близко от нас, в посёлке Тундрино, находится храм, воздвигнутый в XIX веке. Самый первый молельный дом нефтьюганский, который появился ещё при советской власти, также был посвящён святому Пантелеймону. Когда-то на месте храма святых был храм святого великого ученика-целителя Пантелеймона. Удивительная история нашего вообще города, нашего района. Оказывается, в нашем здесь районе повелитель и хранитель, и защитник наш святой Пантелеймон был уже больше 50 лет. Сейчас, наверное, уже лет 60. По традиции, служба в честь целителя закончилась крестным ходом и чаепитием, в котором приняли участие все желающие. Елена Гайриман, Денис Малёв, телерадиокомпания «Юганск». Праздник спорта. В минувшие выходные нефтьюганцы отметили Всероссийский день физкультурника. Торжественное его открытие состоялось и в «Жемчужине Югры». Подробности в сюжете. Шарики в цвет российского триколора – нарядные спортсмены. Праздник в «Жемчужине Югры» ощущался с самого порога. Легкоатлеты, дюдаисты, гимнасты, пловцы. За прошедший год спортсмены нефтьюганска принесли нашему городу не один десяток побед на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Совсем недавно Дмитрий Бичуков стал чемпионом страны по метанию копья. Занятия постоянные в тренажерке, на стадионе техника. В Сургут езжу регулярно с тренером, он мне технику ставит. Вот собрался, город же защищает. Представители Комитета культуры и спорта отмечают работу тренерского состава. «Я в этот день всегда говорю, что огромное спасибо тем людям, которые сегодня работают в спорте. Это тем спортсменам, которые сегодня своим трудом, потом и кровью защищают честь города Нефтьюганска. И не только Нефтьюганска. Вы знаете, что у нас сегодня есть и победители всероссийского уровня, и международного». Главными гостями торжества стала местная команда по стрит-воркауту, которые показали зрителям, чего можно достичь, если сделать спорт частью своей жизни. День физкультурника объединил нефтьюганцев, всех возрастов и уровней физической подготовки. Приобщиться к празднику здорового образа жизни вызвались три волейбольных и 18 стритбольных команд. На спортивных баталиях во дворце спорта «Сибиряк» побывала наша съемочная группа. Волнение участников, радость болельщиков и нескончаемый поток положительных эмоций. День физкультурника еще раз напомнил горожанам о важности спорта в жизни каждого нефтьюганца. «Радостно. Много молодежи, очень много. Разные виды спорта, направления. Сейчас вот такие, допустим, новые появились, как стрит-воркаут. Очень хороший, положительный со всех сторон праздник. И он нужен. И побольше бы таких, конечно». В волейбольном матче опытные игроки команды «Автомобилист» сошлись на площадке с молодыми спортсменками. По словам одного из участников соревнований, устоять перед красотой и обаянием юных волейболисток было практически невозможно. «С девушками тяжело бороться. И не выложишься вроде бы на полную силу. А так вот оно. Мы разминаемся, даем им поиграть тоже». Несмотря на юный возраст, спортсменки нередко показывали класс на площадке, не давая соперникам выйти вперед. 16-летняя Аня вот-вот закончит школу Олимпийского резерва. За долгие годы учебы спорт стал для нее неотъемлемой частью жизни. «Я пришла на волейбол, когда мне было 8 лет. И с этого момента я уже не знаю, как я буду без спорта дальнейшую жизнь свою проводить, потому что это очень важно для меня». На празднике нашлось место и для любителей уличного баскетбола. На паркете Дворца спорта «Сибиряк» сошлись профессиональные и дворовые команды. Цель у соревнующихся одна – показать красивую и честную игру. «Интересно играть, обыгрывать, выигрывать. Проигрывать иногда тоже интересно. Десятикласснику Дмитрию Певцову любовь к активному образу жизни привил отец. Кандидат в мастера спорта по баскетболу с детства воспитывал в сыне чувство ответственности и дисциплину. По словам юноши, спорт научил его искренности. «В спорте чистые эмоции, мне так кажется, потому что это самые чистые от сердца идут, когда ты играешь, проигрываешь, выигрываешь, забиваешь победные мячи. Это эмоции, мне это очень нравится». В этот день не было победителей и проигравших. Каждый, будь то игрок, тренер или болельщик, внес свой вклад в создание здорового будущего не только города, но и всей страны. Елена Волкова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Не забывайте звонить 23 77 47. Всего вам доброго. До встречи.